Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях поддержки и сопротивления. На прошлой неделе было очень много интересных событий. Достаточно количество сигналов отработало в плюс, поэтому подписывайтесь на мой канал, ссылочка будет в описании. Ну и давайте приступим к анализу. Кстати, досмотрите видео до конца, посмотрим экономические события, обсудим, на которых можно заработать на этой неделе. А такие экономические события есть. Итак, британский фунт швейцарскому франку находится вот такой в треугольной консолидации. Сейчас пробило линию сопротивления и возможно снижение обратно к зеркальной линии поддержки и в районе цены 1.20.63 возможно коррекция вверх. Поэтому ставим ордера на покупку и зарабатываем на росте. Если же цена еще дальше пойдет вниз, то здесь ее ждет линия поддержки в районе цены 1.20.16. Еврофунт движется вниз к линии поддержки, достаточно динамично. Поэтому в районе цены 0.85.32 на текущий момент ожидается коррекция вверх. Поэтому ставим ордера на покупку и зарабатываем. Британский фунт австралийский доллар имеет вот такую линию поддержки, достаточно давнюю и очень хороший уровень, я считаю. Поэтому если все-таки до нее дойдем, движемся вниз к ней, в районе цены 1.7179 можно ставить ордера на покупку и зарабатывать. Доллар, франк также движется к линии поддержки. Повторяю сигнал, в прошлой неделе он не дошел, но все те сигналы, где цена дошла до моих сигналов, они отработали в плюс. Очередная неделя показывает 100% результат по моим сигналам. Движение франка, если дойдем вниз в районе цены 0.94.60, можно ставить ордера на покупку и зарабатывать на росте. Давайте посмотрим евроканадец, также горизонтальная линия поддержки, приближаемся к ней потихонечку. Если все-таки дойдем, то в районе цены 1.3394 можно ставить ордер на покупку и зарабатывать на росте. Полный обзор можете посмотреть на моем канале, ссылка будет в описании. Сейчас давайте посмотрим экономический календарь. Что нас ждет? В понедельник тут выходные, в основном особых волатильных новостей нет. Завтра с утра будет решение по процентной ставке австралийского банка. Повышение ожидается с 0.35 до 0.60. Соответственно ожидается рост австралийского доллара, не пропустите, пополняйте счета, будем торговать. Ссылочку дополнительно, ну точнее новость об этом я скидываю в своем телеграм-канале. У меня на моем канале есть ссылка на телеграм-канал. Поэтому переходите, подписывайтесь, там я вовремя, скажем так, оповещаю всех моих клиентов, подписчиков, чтобы не забывали про то, что в новостях тоже надо зарабатывать. Дальше у нас в среду ВВП по Японии. Это, наверное, единственное, на чем стоит поторговать. Потому что по Японии там восходящий тренд просто и техническому анализу слабо поддается эта валюта. Но вот на новостях можно поторговать. А в четверг будет решение по процентной ставке в еврозоне, но изменения не планируются, поэтому просто волатильная новость. Куда пойдет, мы не знаем. Направление непонятное, но понятно точно, что будет волатильность. И в пятницу будет решение по процентной ставке в России. Но изменения планируются. Практика, правда, показывает, что особо сильного движения рубля ожидать не стоит. Поэтому лучше ориентироваться на другие валюты. Ну, в частности, например, изменение занятостей по Канаде планируется существенное увеличение. Поэтому тоже можно присмотреться к этой новости. Вот такие вот рекомендации на этой неделе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пишите в комментариях, на каких новостях вы зарабатываете. Желаю всем успешной торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok